доброе утро друзья новый день новые приключения и сегодня мы едем в сочи мы вам покажем красивейшую дорогу а также заброшенный корабль рио мы из кабардинки будем двигаться в сторону сочи это будет большой путь так как всю дорогу ты можешь идти с москвы до сочи практически скоростью 100 километров час подъезду сочи ты просто попадешь в пробку и ты попадешь на серпантин и которые украдутся как минимум три часа из своей жизни а вот такой обломчик буквы тупых лайнеров когда они хотели воспользоваться халявной водой надо платить да 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 мы платим наверху отрубили лишние прогулки далеко на территории да но пойдем в море не забывайте конечно поставить лайк написать комментарий колокольчик подписаться если ты не подписан а также смотреть мои ролики через vpn а если ты хочешь чтобы выпускал ролики чаще и интереснее и качественный контент то конечно поддерживай канал под видео есть ссылки на различные донейшины а также вы можете стать спонсором канала но теперь приятного просмотра все друзья отправляемся выдвигаемся едем заброшенный корабль рио все бы хорошо но видим слабом закрыт сейчас посмотрим пляж акрополь они у кого телефон здесь и нет как не работает ладно пойдем искать кафе оказалось там где мы переночевали это вроде как закрытая территория вроде она и никому не принадлежит но шлоба он поставили поэтому будьте аккуратнее когда будете заезжать или выезжать этой парковки то обязательно можете в магазине попросить чтобы ее вам открыли главное вежливо чтобы дойти до рио есть два путя друзья первый путь это пойти по-богатому заплатить в кафе и они пропустят у них там интересная такая лаунч территория там можно вкусно покушать и посидеть очень красиво я про это уже выпускал видео можно не вас стоит на канале а также второй путь бесплатный когда ты идешь по дорогам достаточно длинный путь три километра сначала дешев вверх а потом идешь вниз и также обратно зато вид какой шикарный кстати на рио я ездил на мотоцикле на своем хард эндуро 525 ктм тоже это есть естественно на канале девичка ну как ты ты готова сдаться я готова автостопить здесь дорога есть машины видите одни машины мешайте замок волоса такая зелененькая была вот это видище друзья шикарно на мотике здесь такой прямо был аккуратненько аккуратненько пробу раньше не было но можно нормально ехать на джипах значит ну классно ну дорога я вам скажу достаточно неплохо ну сейчас и купнемся и будет отлично обратно идти будет легко вы смотрите сколько людей валит это просто чем мы были здесь мы вдвоем еще до пацана больше никого а теперь это прямо такая туристическая мека все подсыпали да раньше была вода посмотреть а раньше здесь была вода и мы ходили да 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Слип нефтепродукта Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, друзья, мы до Геленджика ехали 50 минут Вот представьте, пробка огромнейшая, строится дорога И прямо непонятно почему, но огромнейшая пробка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, Шерстенский пост Надеюсь не остановит Уже идёт с нам Ага Сейчас будет тормозить Что его зовут Бульдозер И что ему дали задание Подготовить розную строительную площадку Здесь будут строить новый дом Сказал Бульдозер Нужно ввести в кучу всю лишнюю землю Йоу Наконец-то мы добрались в Сочи Честно, я так уже подустал Шесть часов пути Ну, около 250 километров Красота, конечно Конечно, дорога на Сочи утомляет Сейчас наша задача найти парковку Мы решили припарковаться прямо около центрального театра Здесь уже очень много стоят таких типа кемперов домов на колесах И парковка это бесплатно Ну, там даже стоит такая небольшая Небольшой грузовичок Я думаю, что к вечеру здесь места освободятся Даже одно уже место свободное неплохое Так что будем смотреть А вот из Сочи Да, детка Тут повеселее, повеселее Ну, конечно, повеселее Пойдём туда купаться сразу Ну, хорошо Сколько людей на пляже Да Как круто сделано Или это такие просто места Места для бухла Тут, да Привет! Доброе утро, друзья! Мы стоим в таком красивом парке И мы нашли кран с водой для полива И сейчас набираем бак Вот так начинается утро карванеров Лилия вон там что-то льёт А мы с Давидом ищем пробка Скажи, это пробка? Так что это? Нету Как нету? У тебя же вот пробка Да, тревай Сочи ещё только просыпается Уже многие движутся в сторону Абхазии Вон туристы поехали Напомню, что мы стоим прямо около театра И это очень прикольный центр города Я, кстати, такие фишки наблюдал в США Когда стоял на яхте Это очень прикольно на самом деле Минус этого места Пляж находится внизу и приходится по ступенькам постоянно давать кросс То вниз, то вверх Поэтому, если надолго будете стоять Кстати, я встретил вчера парней, которые здесь живут Один уже месяц стоит Рядом стоит человек, который уже вообще полгода Это тоже очень забавно Полгода живёт И на этой стоянке, где мы сейчас стоим Можно стоять бесплатно, реально бесплатно И там даже рядом, как вы увидели, есть вода Так что, если переехать пару дней Ну или если уже негде А хочется пожить в Сочи То, пожалуйста, вы знаете около театра Ну и выходим, друзья, на шикарную набережную Березноватенько Утро начинается так Ну а теперь халявая душка Вот так, друзья, начинается утро Покажу вам, где и как стоит, какой уровень Это очень забавно вообще смотреть На самом деле здесь много кто останавливается переночевать Посмотрите, стоим мы До этого мы стояли вот там А вот ребята, которые, к слову Мы с ними познакомились Очень интересно себя как бы ведут Вот, кстати, парень тоже на ладе В ней живёт Я это всё равно наблюдал, он ещё качался Караванер какой-то Элтех Это тоже парень Продал свою жигули У него это было жигули С съёмной крышей И вот он купил себе Элтех, будет из него делать автодом Мы, кстати, из такого делали Ещё один парень живёт Вот в этой Газели Скутер Это для доставки еды Так они зарабатывают И ещё один человек Он достаточно давно уже Переехал Откуда-то Север Один седьмой регион Сами можете загуглить И вот так живёт Здесь удобно тем, что Никто не гоняет Видите? Тенёк Что даёт возможности Спокойно не перегревать машину Ну и не привлекая так сильно внимание Здесь даже Такие есть ущерения Ну дом, конечно, классный этот Ребята даже подключили воду Смотрите Шланг идёт И он здесь проходит Поверху Видишь? На хомутах даже не видно И вот он подсоединён Вот так вот А здесь такая даже парковая зона И всё это около театра Конечно Конечно же Властям не нравится эта тема Но власти Ни хрена не делают Для того, чтобы Где-то был кемпинг Недорогой И удобный И это ответ Коррупция Ну а мы сегодня Едем в Абхазию Не забывайте, конечно Поставить лайк Написать комментарий Колокольчик Подписаться Если ты не подписан А также смотреть мои ролики Через VPN А если ты хочешь Чтобы я выпускал ролики чаще И интересней И качественный контент То, конечно Поддерживай канал Под видео есть ссылки На различные донейшены А также Вы можете стать спонсором канала Ну а теперь Приятного просмотра Ну а мы выдвинулись Пожелайте нам удачи Посмотрим Как Абхазия Встретит нас И какие приключения Будут там У меня Короче У меня есть легковой Направили В грузовую Еду Теперь На грузовой контроль Абхазская граница Друзья Йоу, друзья Ну что, мы в Абхазии Добро пожаловать Уф, Вася Хочется так, конечно же, говорить Еще с каким-нибудь акцентом В общем, друзья Бюрократия Если у тебя Нероссийские номера Вы должны делать Временный Воз автомобиля Мы на белорусских Автомобилях Соответственно, у нас Временный Воз Это не тяжело Но ты должен заполнить Бумажку Потом Еще раз ее переписать То, чтобы у тебя было Две бумажки Потом пойти в одно окошко Поставить печать Пойти в другое окошко Там тебе запишут ручкой Скажут Иди вернись в то же окошко Возвращаешься в то же окошко Это в разных зданиях Там тебе ставят опять печать Типа, ну, говорят, иди в другое окошко Ты идешь в другое окошко Показываешь паспорта уже людей Тебе ставят еще один печать И ты на выезд В следующем еще месте Тебе ставят Нет Уже забирают бумажку И ты в Абхазии Юху! Это всего лишь нанимает около часа Свобода Кайф Чувствуется Чувствуется Ну, а сейчас Красоты Абхазии Сказали По Абхазии Надо очень сильно соблюдать правила Превышение Не больше 9 км в час Будем гдить Горы, да Кстати, вот В этой стороне Красная Поляна То есть буквально Совсем фигня там Гранич с Абхазией Ну да, сразу так Менее ухоженная становится Хоть что-то стриженное Музыка 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 В Абхазии очень много заброшенных Где-то что-то наполовину заброшено Где-то полностью Здесь есть мегазавод заброшенный, есть завод по производству торпед, в общем, храмы, естественно же отели. Будем искать. Как все было панфезно в СССР, друзья, да? Просто мега круто. Наверняка и на соточку лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, можно сказать, первое впечатление в Абхазии положительное. Не так страшно, как нам, конечно, говорили. Мы уже арендовали здесь небольшие апартаменты. Стоили они всего лишь 2000 рублей в сутки за комнату. Друзья, что вот в таком прекрасном месте, недалеко, в принципе, от моря, мы теперь пару дней проведем. Ну, естественно, конечно, покажем вам до соперничества. Но сразу скажу, что вот, конечно, абхазские вот эти заброшенки, они, конечно, мега круто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok